И волосы, и одежда, и ваша жена непрезентабельная, 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 непрезентабельная. В Екатеринбурге, в Уральском политехническом колледже, что на Ленина 89, во время сдачи диплома, преподавательницы занизили оценку Роману Щербакову с пятерки до четверки, за его непрезентабельность, за зеленые волосы, серьгу в ухе и дискотечную одежду. А впрочем, Долой от себя тянут, давайте посмотрим своими глазами это ярчайшее, величайшее событие, всколыхнувшее интерсеть и попавшее в общероссийскую информационную повестку. Значит, Щербаков Роман Васильевич, вот тут у нас совсем неоднозначно. То есть у вас защита была хорошая? Где он у меня? Вот он. Да. Но твои зеленые волосы все испортили. Почему? Ты получаешь хорошо. Почему? А потому что внешний вид, ты посмотри, как ты делаешь. У меня вся другая одежда в другом городе переехал только. Ну, так вот поэтому... Я была бы рубашкой, я бы где-то не шел. Вот, 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 вот. Пришел как на дискотеку. И волосы, и одежда, и совершенно непрезентабельный, непрезентабельный, непрезентабельный. Роман выложил это видео в ТикТок, и оно махом набрало более миллиона просмотров. Новость взорвала сеть. Но многие так толком и не определились, что правильнее. Оценивать только знания. Или же воспитательную работу с молодежью тоже проводить уместно. За зеленые волосы Романа ведь не выгнали из колледжа, не вкатали пару, всего лишь просто снизили оценку до четверки. Вот ведь беда. Но, тем не менее, это прям перевозбудило общество. И стало понятно, что в России имеет место быть биполярочка. Этакая шизофреноидность. Еще недавно народ массово возмущался тем, что Моргенштерн стал лицом Альфа-банка, а у Алишера, если кто вдруг не в курсе, на голове набито число зверя. А тиктокер Даня Милохин, иногда похожащий в плачешке на каблуках, стал лицом Сбера и попал на питерский экономический форум. А теперь, напротив, народ встал на сторону расписного студента и гнобит его преподавательниц. Очень напугало заявление заместителя областного министра образования Юрия Зеленова. Цитирую по Е1. При аттестационных мероприятиях преподавателями должны оцениваться исключительно знания студентов. Ни внешний вид, ни иные характеристики не должны влиять на полученную оценку. Конец цитаты. Вот те раз. А прикиньте, если человек с зелеными волосами и серьгой учится на ФСБшника, на полицейского, на пожарного, вы бы хотели видеть в России силовиков с зелеными волосами? Тут либералы скажут, да. На сытом, толерантном Западе это уже не сенсация. Но мы-то, святая Русь, и куда мы катимся? Вот 30 лет назад в российской школе отменили опцию воспитания. Осталась только функция голого преподавания знаний. Ну, насчет качества современных школьных знаний можно рассуждать. Однако же без воспитания молодежь, прям скажем, стала отбиваться от рук. И яркие цветные волосы это копейки. Такие выпендрежники были во все времена. И в 60-х, и в 90-х. И как бы не хай, если волос не жалко. Ну вот посмотрите, на днях, в Приморье, две таких вот цветноволосых, не воспитанных ни школой, ни родителями девахи, 15 лет от роду, мягко говоря, написали на памятник Олегу Пешкову, летчику, погибшему в Сирии. А потом повыдергали цветы и разбросали по округе. Да, конечно, не все такие. И Роман Щербаков, возможно, не стал бы так делать. Но это показательно. Это вершина айсберга. Известно, что темой защищенного на четверку диплома Романа была организация перевозок грузов автомобильным транспортом. Да, он, скорее всего, не будет работать ни пожарным, ни полицейским, ни учителем, ни врачом. Но фиг знает, приятно ли будет клиентам общаться с таким крашенным организатором грузоперевозок. Нет, мы, конечно, никого не осуждаем. Просто хотим предостеречь и Минобор, и всех остальных отрасправы над преподавателями, снизившим и оценку за волосы. Если их, допустим, уволят, а кто будет учить? Кстати, на этом видео не видно, во что был одет Роман. Может, там вообще капец, как на дискотеке. Реально непрезентабельный. А классик говорил, у человека должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. И от себя добавим и волосы.